Молодые люди, всем здорова! Это новый ролик и на самом деле эта рубрика закончилась уже год назад или полтора. Но я решил её восстановить, но это не рубрика, это просто интересная катка против бустера и некоторые вопросы в конце. Мы давно хотели с ним поиграть, но уже играли давно, где-то год назад, и результат получился вроде 16-12 или 13 в мою пользу. Нормально сосу, блядь. Мы решили посмотреть, что будет ещё раз, если переиграть. Но сейчас у вас на экране статистика того, сколько ютуберов со мной играло и сколько из них я выиграл. Статистика очень приятная и я очень хочу восстановиться в этой дисциплине. У нас ещё огромное количество игр запланировано с проигроками. Надо потихоньку её дописать, только Олды помнят вот этот ролик, который у вас на экране. Я уже заснял три выпуска с Доси, с Зевсом и с Акинтером. Две из них я выиграл, но осталось ещё 27 игр. Ну а кто эти игроки? Прямо сейчас на экране. Погнали! Да, наконец-то я могу сказать тебе точно, что это будет. Я до сих пор его не закончил, осталось ещё сыграть, наверное, с половиной или больше. Поэтому посмотрим, главное, чтобы было бы настроение и уверенность в том, что у меня будет всё получаться. Аимка против бустера, в бою 3, полетели. Начинается первая игра, это бою 3 против мистера Бустера. Мистер Бустер, бля, меня только что никто и называл, бля. Так, я тебе хочу напомнить о том, что мы с тобой играли уже им. Да-да-да. А ты помнишь? Да. Ну это мы несколько раз играли, по-моему, раз-два или три игры. Один раз играли один-один, и во второй раз два. А кто у тебя на лотарке? Мой главный администратор по собишок. Красивый. Да, он на меня похож. Согласен. На самом деле, эта рубрика уже должна была закончиться, она вообще закончилась, но с тобой я хотел бы записать. Я слышал, ты играл против Паши Бицепса. Всё верно. Сколько ты времени ждал от него ответ? Слушай, я когда ему первый раз сделал этот видос мой, типа, то, что я вызвал его, я тогда ждал, а потом просто забил, что он... То есть и всё. И после этого он сам написал уже. Через 50 год. А, сам? Вау. Да-да-да. То есть я ему уже ничего не писал, это всё он... Как он вообще-то играет? Я бы честно выиграл бы 2-0, блядь, если бы не АВП-карту, но он на АВП хорошо играет. Ух, хорошо. Не, Паша Бицепс красавчик, легенда. Лютая. Мне всегда он очень нравился вообще, такой, значит, типа, для меня кумир в киберспорте был. А сейчас кто? Сейчас нет. Сейчас никто уже не вдохновляет, потому что нет, такой, знаешь, типа, цели, нацельности прям лютой на киберспорте. А что, Таниньки часто играешь? Нет, резко, редко. Я хочу сейчас всё возобновить, эту рубрику, наконец-то. Я уже... Я же должен с каждым проигроком сыграть. Я обещал вот этого года назад. До сих пор это не сделал. Сыграл с 10, кажется. Я проиграл Якиндеру, и всё, я слился, я потерял дух. Кому он проиграл? Якиндер. Он очень жесткий. Так он хороший игрок, бля, ему не стыдно проебать. А я не знал, я не знал, что он хороший. Я когда играл с ним, он просто играл. Нет, он всегда хорошим игроком на самом деле был. Он всегда очень прикольно двигался, просто, типа, именно плане АИМа он вообще просто так, чтобы валюты. Ты хочешь помолчу, блядь? Да не, нормально. Ай, блядь. Я же тоже АИМки перестал играть. Я просто понял, что на них всем похуй, да? Исти говорят, блядь, да это АИМка, ты лох ебаный в игре, блядь. Типа, ну ты такой думаешь, блядь, ну а может быть он прав, сука. Это очень обидно, знаешь, ну потому что это единственный, в принципе, вариант, как можно разобраться, типа, один на один в кэске. Не, ну можно на карте на обычной, конечно, ебашь. Не мог себе нормальное оружие никак взять. Держи. Держи. Так, мы летим второй. Давай. Небольшая рекламная пауза. Сейчас мы крутим барабан на джидропе. И здесь падает большое количество всяких бонусов, призов. Мне падает буква О. Собрав все буквы, а мне осталось только Д, я смогу получить супер бонус от 500 до 10 тысяч рублей. Я ввожу промокод ШОКГИГАНТ. И кручу барабан еще раз. Это все делается бесплатно, поэтому вы можете также попробовать. Промокод на самом деле ограничен, поэтому поспешите. АК-47 Ягуар, у меня плюс 2 приза. И мне падает 347 плюс 479 рублей. Я продаю все. Если что, сейчас работает зимний скинопад. И если вы делали депозит от 23 декабря, то возможно у вас сейчас есть полученный приз. Поэтому зайдите, посмотрите. Если нет, то есть еще время до 1 марта за каждый депозит получать деньги. У нас 4700 на балансе. Кручу мистери кейс за 2300 рублей. Падает 1300 плюс 1 токен. Вот такие вот дела. Ссылочка на джидроп и на промокод, который дает возможность прокрутить барабан. Во второй раз подряд есть в описании. Начинается вторая карта. Сейчас Слава запланировал стрим-хату на 14 дней. Слав, ты не дикий? Да, пацаны, будет стрим-хата, которая 15 дней пройдет. А можно говорить, что у меня на канале? Да, можно. Но не на моем. Вот, пройдет у меня на канале, на моем твиче. И мы там с Эриком кое-что для вас тоже прикольное придумали. Я надеюсь, он согласится. Да, я буду 19 февраля. Да, я согласился. Я буду 19 февраля на мероприятии стрим-хата. Поэтому можете ожидать. Насчет того, что там будет. И какая будет моя роль, я не буду рассказывать. Но у меня такой вопрос. Стрим-хата будет с 12 до 20 до 0 каждый день, 2 недели. Every day, every party. Там будут у тебя стримеры. Как в итоге они будут стримить свои стримы? Слушай, каждый будет в свое время стримить или параллельно нашим стримам? Параллельно. Да, параллельно нашему стриму точно. Я тебя услышал. Как твой режим Among Us? Мы сейчас добавляем новую карту. Внимание. Ебать, да ну нахуй. Она будет в Among Us. Представь, какой хайп будет. Бля, это вообще фулл-эмбадеет. Ай-яй-яй, зажими за контролем. Улетел у кого-то, блядь. По голубям насадил. Ой, НС. Быстренько щелкнул, слышь. В инстаграмчик, так сказать, ссори заснял. Через 24 часа исчезнет. Ай, блядь. Уф. Джи-джи. Джи-джи. Оттрахал. Ну, получается 2-0. Слава. Ай. Я хочу тебе спросить пару вещей. Я у тебя полное интервью не буду брать, потому что тебя уже все взяли. Вот. Расскажи, пожалуйста, ты сейчас занимаешь лидирующие позиции на Твиче. Ты за год добился того, чего не добиваются многие олды на Твиче. Какие у тебя эмоции, какие у тебя мысли, заслуживаешь ли ты этого? И есть ли у тебя план, что делать в 2021 году? Слушай, ну, эмоции никаких. Просто продолжаем делать то, что делаю. Вот. Заслуживаю ли я этого? Мне кажется, так же, как и любой другой заслуживает, кто будет ебашить, типа, что-то придумывать, типа, и так далее. Вот. А какие планы на 2021? 2021. То же самое, что 2020. Буду ебашь стараться. Ты говорил в своих видео на стримах о том, что ты открываешь клуб. Прошло уже много времени, нет никакой инфы. Он будет? Да, 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 да. Он будет. Все верно. В Москве? Да, в Москве. Какого размера? Сколько компов? Слушай, это будет большой компьютерный клуб, это будет компьютерный клуб, совместимый с лаунжем. Ну, вот, там и кухня будет, и все такие моменты. Размер пока мы ищем аренду. То есть пока все в процессе. А, ты же, что клубы вообще нет? Нет, клубы нету, не строится еще. Это просто еще идея. Да, да, да. Тебе будет Паша помогать в этом? Нет, у меня есть партнеры, не хочу пока ими называть. Ну, Паша тоже помогает, да, естественно. Но я бы сказал, что большая часть работы именно партнером будет. У тебя есть GTA 5 сервер, Majestic. Он, ты ожидал от него таких цифр, которые ты сейчас получаешь? Ну, я ожидал больше, но для того, чтобы получать от него больше, надо делать больше, там, такие условия, грубо говоря. Вот, но пассивный доход в любом случае, типа, всегда приятно, круто. 15 февраля. Боишься ты этой даты? Тебя забанят, если что. Ну, и в плане бана нет, не боюсь. В плане ожидания от StreamHat, боюсь, да. А насчет Эвилона, он до сих пор в бане, есть ли новости? Что будет с ним? Слушай, ну это я сообщать не могу, это вот надо от Ваде ждать. Если его не будут разбанивать, есть ли шанс того, что вся компания пойдет на YouTube? Либо на какую-то другую площадку? Да нет, я даже думаю, в этом даже смысла нет. То есть, у нас как работает? Ты же, ну, я не знаю, ты в курсе, нет? Мы же расписание не стали менять, вот, и каждый раз, когда я завершаю стрим, типа, я говорю, что, типа, кое-кто другой его включает, вот, и пацаны, это же как перегонка трафика, то есть, честно, YouTube вообще полная хуйня. То есть, я правильно понимаю, что... Для стримов? Да, для стримов, для роликов это шикарно платформа. Для роль, ну, блин, чадает. Нереально. Чат, хуйня, как-то, ну, можно, значит, одним словом сказать, просто платформа оптимизирована не под эта платформа, а под видео. Я всегда за конкуренцию, и очень прикольно было бы, если бы YouTube стал бы развивать именно стриминговый свой сервис. То есть, не факт, что я уйду с Вича из-за этого, просто конкуренция всегда пиздата, она заставляет одну из сторон двигаться. Какой был последний момент, когда ты перегорел? Ты почувствовал, что, боже, не хочу, устал. Слушай, да это прям так глобально, ну, давно уже было, наверное, может, месяца полтора назад, два. И как ты вышел из этой ситуации? Слушай, у меня это однодневная ситуация, спать лег, проснулся за новая жизнь. То есть, это больше, знаешь, как-то, я не знаю, на каком-то из разряда на уровне нейромедиаторов, знаешь, там, серотонина, блядь, недополучил в этот день, проснулся с говном в трусах, так сказать. И весь день ты себя как-то чувствуешь так попущенно с лигонца. Вот. А на следующий день просыпаешься и понимаешь, блядь, дядь, ты красавчик, нахуй, ебашь дальше, блядь. Типа, ты делаешь пиздатую вещь, ты поднимаешь людям настроение. Потому что я реально слышу сейчас такой фидбэк. Это круто. Какая сумма в месяц тебе подходит для того, чтобы выжить, ничем себе не отказывать и комфортно прожить месяц с девушкой? Слушай, тут такая тема, что чем больше ты получаешь, тем больше у тебя запросов. Это нормально так и работает. Ну, открой сейчас, не знаю, ты можешь открыть, посмотри, сколько ты потратил за январь. Какая сумма. Давай, давай. Сейчас скажу. Сейчас за январь я потратил... Моя ставка 340. Ну, близко, 272. И вот за неделю, получается, со 2 по 9 февраля 119 тысяч. Ну, короче, 300... 370 где-то, 380. 380, да. На что? Как это работает у тебя? Брат, у ёбки, блядь, ебаные, нахуй. С кем, сука, верните деньги, твари, блядь. Каравай, блядь. Трогай, блядь, все, нахуй. Да и, блядь, все время за всех оплачиваю, блядь, мне потом никто не скидывает, нахуй. Вот как. Да. Неприятно. Я помню, блядь, я пришел... Мы пришли в ресторан Каморгенштерну, блядь, всей компашкой после турнира. Бустер. Да, Виртус Про. А, Виртус Про, Виртус Про, да. Блядь, и все покушали на 77 тысяч, блядь, в итоге мне всего лишь скинули 5 тысяч, нахуй. Мы все понимаем, что это образ. Ну, понятное дело. Не, ну как, знаешь, типа, как образ. То есть, с криками, блядь, естественно, я не хожу, то есть по улице там не ару, блядь. Вот, вот так мне, блядь, по угоду, типа, если касаемо шуток, именно стиле шуток, то я, типа, в жизни так шучу, то есть. Да, насчет криков и так далее. Не было никогда мысли о том, что, блядь, надо с этим уже скоро заканчивать, надо находить более... Серьезный подход, чтобы аудитория была бы постарше. Не, наверное, нет, никогда не было. То есть, никогда не было даже, ну, мысли о том, что... В мыслях, в мыслях, может быть, было, я думал, блядь, может быть, типа, поменечек кричать, а потом я понял, что, блядь, то есть, я, честно, я кастримлю, да, может быть, это образ, но это образ, я благодаря нему живу. То есть, в плане того, что он, знаешь, он мне помогает, это прямо от душа. Знаешь, это то же самое, что выйти, типа, в лесу покричать, блядь, я все эмоции выпускаю, а я вот постримлю, блядь, я, может быть, уставший, да, такой, типа, уже становлюсь, типа, чуть-чуть, да, типа, покричал, там, типа, энергию высрал, блядь. Вот, но мне так хорошо сразу становится. Я понимаю, что этот образ, он мне только на пользу идет. То есть, я реально психологически очень-очень хорошо, знаешь, прям расслабление такое. Я, поэтому менять не хочется, потому что я хуй себя хуже сделаю, мне по кайфу орать, типа, и так далее. Касаемо шуток, типа, я очень люблю шутки про сперму, про пенисы, я их везде шучу, это никак с образом не связано. Это мои любимые шутки. с Ауди. Ты ее покупал, когда еще не было выстрелов? В феврале 2020. Да, у тебя тогда было зрителей по тысячи две, три и так далее. Да, да, да. Что будет следующим и когда? Ну, видишь, кора, не могу сказать. Ну, моя ставка Хуракан. Не знаю. А, ну и попал, значит. Не знаю, не знаю. Ну, да, я попал. Ну, это будет короче, ауди, я сразу говорю. Ну, Хуракан. Ладно, будем ждать новостей, ну, если что, на Хуракане прокатаешь. Я никогда не катался. Хорошо, Вартан. Слушай, у тебя у самого машина нихуя на самом деле. Она и Хуракан может заебать. Нет, ну, возможно, но ощущения там совсем другие. Но это прям гиперкар. Да, 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 я базар ноль. Я катался тоже на всяких аудюхах, там вот R8, Хуракан, блядь. Блядь, неописуемые ощущения вот эти. То есть, это реально, значит, и Феррари катался. То есть, это реально спортивная машина. То есть, это, значит, это не горожанский автомобиль со спортивным мотором. Это именно спорткар, гиперкар, да. Суперкар. Это охуенно машина. Окей, будем ждать. Я очень рад, что у тебя все получается. Ты реально работаешь. Можно сказать другим словом матным, но не буду выражаться. Спасибо тебе большое за игру. Спасибо тебе большое за эти. Тебе спасибо, что позвал, братан. Долго не могли сыграть. Вот, наконец-то, блин. Да, месяцев сколько? Шесть-семь? Ну, не, ну, не шесть-семь, конечно. Ладно, месяц. Ну, месяц, да. Тоже меня так это... Попустил слегонца. Ну, месяц, да, где-то. Ладно, спасибо. Ребят, спасибо большое за просмотр. Да, было тебе спасибо еще раз. Давай. Все, пацаны, ставьте лайки Эрику обязательно на канал. Подписывайтесь, колокольчик. Нажимайте на Кибершок и играйте. Отлично. Всем пока. Совет поставить ролик, который выводится слева на экране. Пока.